Здравствуйте! В эфире информационная программа «День города» в студии Ирины Ковалева. О самых важных и ярких событиях этой среды вам уже готовы рассказать мои коллеги, корреспонденты телекомпании «Город». Сегодня в выпуске. Продление дачной амнистии изменений в ПДД. Какие законы начнут действовать с 1 марта? Шесть лет мытарств, а квартиры все нет. Сирота из Рязани не может получить то, что ему положено по закону. Финальный пункт с маршрута. Известный блогер проехал через всю Россию, через Рязань возвращается в исходную точку путешествия – Москву. С марта в законодательстве Российской Федерации произойдут существенные изменения. Новые законы и поправки к законодательным актам затронут различные группы населения. Так, с 1 марта 2018 года по 1 февраля 2019 начнет действовать вторая волна амнистии капиталов. В это время россияне, которые ранее не заявили об имеющихся у них за рубежом счетах и имуществе, смогут их официально задекларировать на территории страны. При этом им не будет грозить административная, налоговая и в некоторых случаях уголовная ответственность за сокрытие этой информации. Распространяется амнистия не только на физических лиц, но в том числе и на тех, кто принимал участие в первой амнистии капиталов. Подать декларацию можно будет уже с 1 марта 2018 года. Главные условия – счета и имущество за рубежом должны быть зарегистрированы раньше этой даты. В марте ожидалось окончание еще одной амнистии – дачной, в рамках которой собственники могли воспользоваться упрощенной формой для того, чтобы зарегистрировать индивидуальные жилые строения на загородных участках и саму землю. В частности, получить свидетельство на землю можно было, минуя процедуру оформления кадастрового паспорта, а на жилое строение – без обязательного разрешения на его ввод в эксплуатацию. Такой порядок начал действовать еще с 2006 года. В 2010 срок амнистии был продлен до марта 2018. И собственники, и сотрудники кадастрового ведомства до последнего готовились к тому, что с весны 2018 года вступит в силу усложненная процедура. Но в конце февраля Госдума решила в очередной раз дачную амнистию продлить. Теперь она будет действовать до марта 2020. С 18 марта начнет действовать новое требование правил дорожного движения. Теперь водители, попавшие в ДТП или просто остановившиеся вне населенных пунктов, ночью в обязательном порядке должны будут надевать специальные светоотражающие жилеты или накидки, прежде чем покинуть машину. Правило также распространяется на дневное время в случае, если видимость ограничена. Соответствующее постановление было принято еще в конце 2017 года. Причиной стала печальная статистика, по которой водителей в темное время суток, выходивших из машины после ДТП, нередко сбивали другие автомобилисты. При этом просто светоотражающих нашивок будет недостаточно. Жилет или накидка должны соответствовать требованиям ГОСТа. Нарушителям может грозить административное предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Согласно российскому законодательству, дети-сироты, вышедшие из стен детских домов, имеют право на получение жилплощади. Вот только реализовать это право получается далеко не у всех. Рязанец Никита Мжельский вот уже на протяжении нескольких лет не может получить собственную квартиру. Вместе с женой он вынужден ютиться на съемной жилплощади. Во всех сложностях сложившейся ситуации разбирался Валерий Седов. Никита Мжельский был под опекой до 18 лет. Он сирота. По закону Российской Федерации по достижению совершеннолетия ему предоставляется квартира. Оказалось, что получить ее не так-то просто. В 2011 году Никита попытался встать на очередь на квартиру. Подростку было отказано. Ситуацию удалось прояснить только в суде. В судебном порядке суд подтвердил то, что я должен встать на квартиру. Мы выиграли дело. И уже в 2012 году я встал в очередь на квартиру. В очереди на квартиру Никита стал 76-м в списке. Конечно же, за несколько лет это число успело измениться несколько раз. Правда, в обе стороны. Никита поднимался и опускался в списки очередности как вверх, так и вниз. 40-й, 80-й. За пять лет Никита так и не приблизился к цели. Еще существует у нас отдельная очередь в Рязани, про которую, наверное, министерство образования даже не слышало. Это какая-то судебная очередь. Ну, наверное, министерство образования тоже не в курсе. Раз пишут, что я 48-й, там квартиру дают 68, а еще существует очередь, в которой еще человек 60-70, и про нее как бы нигде не оговаривается. И как вот быть в такой ситуации, непонятно. И с кого спросить за это. Обращение в министерство образования ситуацию не изменило. Никита Мжельский пишет туда несколько раз в год. Оттуда постоянно отвечают, что все, кто стоит на очереди, квартиру получает. Правда, ситуация с Никитой доказывает обратное. Обращение в прокуратуру результата также не принесло. С мертвой точки дело сдвинулось только в 2017 году. Пришло письмо о том, что я стою в очереди 46-й, а квартиру выдают в этом году 68, да, по-моему, как бы вот так вот. И, значит, собственно, 2017 год прошел, квартира дали, ну, как все было, так и есть. Как бы ничего не сдвинулось с места, и в очереди я опять стою 46-й. Даже будучи 46-м в очереди, Никита так и не получил ни одну из 70 квартир. Он шутит, что 28 февраля исполняется ровно 6 лет, как он встал в очередь на квартиру. Никита говорит, что бороться за свои права он не перестанет. Обращение в суд, консультация юристов – все это должно хоть как-то повлиять на ход событий. Сидеть на месте – не вариант, потому что у нас квартира принципиальная, не хотят давать. И если они кому-то даются, то это, мне кажется, явно не детям-сиротам. Уходят они куда-то в небытие просто-напросто. И как это проверить? Никто это, мне кажется, не проверит. Это золотая жила в нашем городе. В этом году Никите исполнится 24 года. Его случай в городе не единственный. И есть люди, которые до сих пор заветное жилье так и не получили. Неужели стоит идти на крайние меры и обращаться в суд, чтобы получить то, что положено по закону? Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город». В Рязани в эти дни работает первый индустриальный форум. В нем принимают участие более 40 предприятий области. Они демонстрируют достижения и перспективные разработки в сфере промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, а также строительной отрасли. На стендах ведущие предприятия региона. Здесь строительные и промышленные компании, заводы, производства, учебные заведения. В таком формате на одной площадке представители различных сфер встречаются впервые. Как известно, двигатель экономики, строительная отрасль. Крупнейшие застройщики демонстрируют, сколько квадратных метров жилья уже возведено и рассказывают о планах на будущее. Среди гигантов строительной отрасли региона – компания «Капитал-строитель жилья». Известная концепция «Смарт-жилья». Сегодня в планах формирование комфортной городской среды. Дворы с видеонаблюдением на парковках и детских площадках. А также современная противопожарная система безопасности в строящихся домах. И новая концепция формирования жизненного пространства. Все это концепция «Смарт-2.0». Если мы говорим про дворы, то это дворы полностью сбалансированные для всех групп населения. От маленьких детей до людей пожилого возраста. Мы продумываем все вплоть до меньшайших деталей. Если мы говорим с вами про сами дома, то это уже дома мы делаем сейчас принципиально в концепции «Смарт-2.0». Это дома, входные группы без ступеней. Это свето-прозрачные группы полностью, а значит они безопасные. Все, что касается вопроса безопасности, это видеонаблюдение дворовых территорий полностью, парковок, детских площадок. И когда мы говорим с вами о том, что люди теперь в телевизоре могут смотреть в любой момент, чем занимается их чадо. Вопросов там, кто кому стукнул машину, тоже больше не будет, потому что все будет под видеонаблюдением. Алена Кукарева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сухие деревья особенно опасны при сильном ветре и в холодную погоду. Не раз в средствах массовой информации обсуждался вопрос о том, что за старыми деревьями практически никто не следит. Уже были случаи, когда ветки падали на автомобиле и даже на людей. Что делать, если опасным сухостоем никто не занимается, знает Валерий Седов. В 2017 году в Рязани на автомобиле упало дерево. В салоне никого не было, однако кузов машины сильно пострадал от удара. Подобный случай в городе редкий, но не единственный. Правда, автомобилистам приходится попотеть, чтобы возместить убытки. Экспертные заключения, консультации юриста, все эти расходы вернет виновная сторона. Правда, в том случае, если ее удастся найти. Несколько лет назад в результате падения сухих веток на линии электропередач произошло короткое замыкание. И сгорело двухэтажное здание в центре города. В суде директор управляющей компании в свое оправдание заявил, что в происшествии виноват сука американского клёна. Юристы отмечают, что виновников в таком происшествии может быть два. Если дерево растет на территории дома, то следует письменно обращаться в управляющую компанию. На заявление они должны отреагировать. Если речь идет о муниципальных деревьях, которые у нас часто падают, то у нас ответчиком выступает администрация города Рязани. Юрист рассказал об одном из самых ярких примеров. Дерево, упавшее на женщину с коляской. Ребенок в этом происшествии не пострадал. Однако мама из-за сильного удара некоторое время пролежала в реанимации. Коляска ценой в 20 тысяч рублей сильно помялась. Женщина обратилась в суд. В суде администрации города Рязани выяснили следующее. Чуть ли не каждый год, не каждое дерево обследуется, фиксируется и так далее. Почему это получилось, почему топливо упало, так и не смогло. Вернее, опровергнуть вину администрации города Рязани. По словам юриста, недоработки есть всегда. И задача горожан – показать их представителям власти. Будь то префектура или управляющая компания. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Известный российский блогер-путешественник Руслан Внедорожный за лето собрал дом на колесах, а зимой отправился в автопутешествие по стране с единственным попутчиком – псом Ричи. Экспедиция стартовала 22 ноября прошлого года. За время путешествия Руслан проехал более 20 городов России. Одним из последних стала Рязань. Алена Куколева увидела, на чем путешествует блогер и узнала, почему скучать в дороге ему не приходится. Не каждый рискнет отправиться в путешествие через всю страну зимой, да еще и с прицепом, который до этого не знал таких расстояний. Путешественник из отечественных материалов собрал свой дом на колесах и осенью стартовал в экспедицию по России из края в край. Выехал я 22 ноября, уже пошел четвертый месяц, как я в дороге, могу смело называться дальнобойщиком. Проехал уже 9 тысяч, там 300, 9 600. Уже за это время проехал 9 600, вот. Ну, собственно, уже Рязань – это последний город. Именно в Рязанской области Руслана встретили самые плохие дороги. От Тамбова до Рязани я добирался очень долго, потому что дорога просто разбитая. Латка на латке. Вся дорога залатанная. Были участки дороги, где, ну, даже уже и асфальта нет. В Тамбове, ну, чуть-чуть получше. В Рязанской области вот прям. Я думал, я еще еду по Тамбовской области. Нет, я уже был в Рязанской области, дорога уже была очень плохая. Задумав дом на колесах, он в первую очередь хотел создать себе комфортные условия во время путешествий. Изучив опыт американцев и австралийцев, решил самостоятельно построить фургон. О его устройстве рассказывает на своем канале на YouTube. В доме на колесах есть все необходимое для жизни в дороге. Газовая плита, холодильник, водопровод, биотуалет, интернет и даже стиральная машина. Что немаловажно, когда на улице минус 15 есть отопление. Здесь вот скрыт воздушный отопитель, планар дизельный. Запускается с приложения, выставляется нужная температура. То есть можно в автомобиле запустить приложение, выставить температуру 22 градуса, к примеру, запустить. Придет смс, что помещение прогрето до 22 градусов, емкость аккумулятора 12 вольт, там исток это. И приходишь, здесь уже все тепло. Вместе с путешественником в страну исследует его напарник, пес Ричи. Он сопровождает Руслана во всех приключениях и не подпускает к хозяину незнакомых людей. Принципиально хотелось поехать одному. Ну, во-первых, испытать в какой-то степени себя тоже. Насколько хватит сил, терпения проехать весь участок в одиночку, справляться со всеми трудностями в одиночку. Руслан ночует только в доме на колесах, даже если знакомые зовут на ночлег. При этом не всегда это парковки возле торговых центров, но и полная глушь. В полях, на берегу рек, высокогорье, куда не каждый внедорожник еще и доедет. И не без приключений. В Рязани, например, у него замерзла солярка. Я приехал в пять с чем-то и долго воевал и пытался отогревать солярку. Потом уже плюнул, взял вот у меня фен. Я его частенько демонстрирую, показываю. Он может нагреваться до 600 градусов. То есть воткнул фен, выставил температуру и начал отапливать феном. Цели путешествия Руслана довольно глобальные. Это и популяризация России как место отдыха россиян, и привлечение внимания к субкультуре «Сделай сам». А во время поездок блогер посещает предприятия и производство отечественной продукции и выпускает об этом репортажи. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Бесплатные катки в городе набирают популярность. По будням здесь катаются жители города, а в выходные проводятся настоящие хоккейные матчи. Для Рязани игра среди любительских команд за настоящие призы – событие уникальное. Принять участие в матче может любой желающий. Как это сделать и когда закончится хоккейный сезон, знает Валерий Седов. Хоккеисты НХЛ здесь не играют, однако вполне может зажечься несколько молодых звезд. Хоккейный матч проводится среди любителей и на катке только тех, кто увлечен этим видом спорта. Некоторые играют во дворе, а другие наоборот – уже тренируются практически на профессиональном уровне. Никаких ограничений тут нет. Главное правило – игрогам должно быть больше 18 лет. Уровень подготовки роли не играет. Чемпионат подобного плана в Рязани проводится впервые. Хоккеисты уже сыграли два турнира в феврале. 3 марта состоится новая игра. Заявки уже принимаются. На данный момент сейчас уже подало 6 команд заявку. Я так думаю, что ориентировочно будет 14-15 команд. Соответственно, регламент проведения определим на момент 1 марта, чтобы понимать нам, сколько будет команд уже. Площадкой проведения следующей игры станет городской каток на Лыбиском бульваре. Правила игры немного поменялись. Три игрока на льду и один вратарь. А отыграть им придется только два периода по пять минут чистого времени. Также, по словам организаторов, отменены силовые приемы. Площадка для игры попросту не позволит их выполнять. Исполняющий обязанности главы администрации Сергей Карабасов заявил, что любительские встречи будут проходить каждую субботу до конца сезона на городских катках. Стать участником третьего любительского турнира по хоккею может каждый. Если команда пожелает принять участие, у нас в группе ВКонтакте и на сайте управления по физической культуре размещено положение с формой заявки. Команда получает допуск врача. Там указан электронный адрес. Присылают. Заявка принята в случае, если допуск врача стоит. Для участников чемпионата предусмотрены и призы. Это сертификаты на 15, 10 и 5 тысяч рублей за первое, второе и третье место соответственно. Поэтому, помимо спортивного азарта, перед хоккеистами стоит и вполне реальная мотивация на победу. Инициатива возникла у Сергея Юрьевича Карабасова, чтобы развить в нашем году непосредственно хоккей, да и в принципе спорт в целом, чтобы как-то привлечь людей. Здесь берется акцент на то, что проводится турнир не на какой-то профессиональной площадке, а на любительской хоккейной коробке. То есть показать, что играть в хоккей в принципе можно везде. Организаторы надеются, что 3 марта команд участников станет больше, чем в первых двух турнирах. А всех неравнодушных к этому виду спорта они приглашают посмотреть на игру на Лыбецком бульваре. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Праздники, карнавалы, театрализованные представления, исторические фестивали. Ни одно из этих мероприятий не обходится без тщательно продуманного образа, в который входит костюм, аксессуары и грим. Все это вы можете приобрести в магазине «Крэйзи Бум». Канули в лету те времена, когда карнавальные костюмы не отличались особой оригинальностью и шить их приходилось своими руками. Сегодня же можно найти уже готовые оригинальные костюмы на любой вкус и размер, как для детей, так и для взрослых. Магазин «Крэйзи Бум», который располагается в торговом центре «Наутилус», неподалеку от центрального рынка, вот уже на протяжении четырех лет предлагает рязанцам огромный ассортимент костюмов. На сегодняшний день особой популярностью пользуются сказочные персонажи-костюмчики. Ваш ребенок может стать белоснежкой. Очаровательный костюмчик с паричком, очень хороший. А взрослые могут приобрести костюм бабы-ежки, жилеточка и шапокля, костюм старушки шапокля, сумочкой и слорезкой. Персонаж русской народной сказки или восточная красавица, загадочная цыганка или участница средневекового бала – решать только вам. За годы работы у магазина «Крэйзи Бум» появились постоянные клиенты. Так Денис с сыном Борисом здесь частые гости. Мальчик занимается в театральной студии, костюмы для выступлений покупаются только в этом магазине. Сегодня папа с сыном пришли за костюмом трансформера. И, конечно же, они его нашли. Здесь большой ассортимент, достаточно, если с чего выбрать всегда. То есть тут достаточно широкий диапазон, начиная от военной формы для каких-то постановок. Заканчивая чем-то таким вот костюмами, достаточно необычными. Соответственно, сотрудники здесь всегда все подскажут, объяснят. То есть можно померить всегда, с этим проблем никаких не возникает. То есть периодически мы сюда заходим, нам здесь нравится. В этих карнавальных костюмах вы и ваш ребенок будете неотразимы, как на детском утреннике или маскараде, так и на различных театральных представлениях или же городских праздниках. В последние годы особой популярностью пользуется форма военных лет, которую приобретают и ко Дню защитников Отечества, и, конечно же, к 9 мая. Есть для мужчин, есть для подростков, для маленьких детишек, есть для девочек и для женщин – сумочки, пилоточки. Кроме того, здесь же вы можете приобрести различные аксессуары – короны, кокошники, маски и парики. Ассортимент магазина постоянно расширяется, а сейчас здесь начинает развиваться новое направление. Это вечернее и свадебное платье пошли. Размеры идут с 50-го размера по 74-го, где очень трудно подобрать какое-нибудь платье. У нас на данный момент есть они в наличии. Здесь же можно приобрести и свадебные аксессуары – замочки, свечи, свидетельства о заключении брака. Так что, если в скором времени у вас планируется торжество, или же вы собираетесь поучаствовать в костюмированном празднике, фотосессии или театрализованном представлении, не забудьте посетить магазин «Крейзи Бум» в торговом центре «Наутилус», расположенном по адресу улица Маяковского, 64. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв. Ну а мы прощаемся с вами до завтра и желаем хорошего продолжения вечера. Сляхать, выхлопы. Шум, шум, шум! Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии. Жить в городе? Зачем? Зачем жить в муравейнике, если в 10 минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты. Жилой комплекс «Полянка» ближе к природе, вдали от суеты.